Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирина Добродей. И сейчас коротко о некоторых темах этого выпуска. Значит, однокомнатная квартира, по-моему, даже за 6 тысяч в месяц. Ипотека. Официальный грабеж или реальная возможность купить квартиру? В Петрозаводске прошли дни ипотеки. Как она оказалась у нас? Да, Николай Иванович, нам надо пешком чаще ходить. Таких помоек десятки. Уборка на высшем уровне. Глава республики и мэр Петрозаводска проверили чистоту дворов карельской столицы. Добро побеждает зло. Чистое сердце, верная дружба. На карельской сцене главная балетная премьера сезона «Конек-горбунок». Уже скоро. Сегодня утром жители некоторых домов Петрозаводска с удивлением наблюдали на своих дворовых территориях первых лиц республики и города. Александр Худиланин и Николай Левин лично проверили состояние некоторых дворов после зимы, а также работу служб, обеспечивающих вывоз мусора. Увиденным чиновники остались недовольны. О маршруте главы республики и мэра города заранее никто не знал, поэтому навести показной порядок не мог, и представители власти увидели все, что есть, без прикрас. Неприятным сюрпризом для городского головы стала свалка на улице Зайцева около заброшенного здания бывшего общежития. Хотя, по словам жителей соседних домов, они жаловались чиновникам на это безобразие не раз, но мэрия постоянно отправляла людей в управляющую компанию. На днях ребенок, гуляющий в этом дворе, упал на стекла и попал в больницу. Живот малышу зашили, его жизни ничто не угрожает, но дворовая проблема по-прежнему не решена. Как она оказалась у нас? Непонятно. Да, Николай Иванович, нам надо пешком чаще ходить. Таких помоек десятки. Чуть лучше обстоят дела на Октябрьском проспекте. Правда, во время визита мусорные баки почему-то были еще не вывезены. У вас контейнер на площадке как часто убирается? Убирается хорошо. А что сегодня там вот так завалено все? Ну, знаете что, это бывает так, что они опоздают немножко, а так они хорошо убирают. Каждый день убирают. Александр Худеланин обратил внимание городских властей на то, что мусора в общую копилку добавляют и торговые точки, которые заполняют баки, предназначенные для домов. При этом фирмы не оплачивают вывоз мусора по существующим нормативам, а лишь по факту. А что тогда остается им оплачивать, если отходы уже в мусорках горожан? Александра Худеланина возмутила состояние здания некогда процветающего дома культуры строителей на улице Зайцева. Собственник имущества, похоже, забыл о нем, но ответственности это с владельца здания не снимает. Если административная комиссия не понимает, оставляйте документы в суд, передавайте на надлежащее содержание. Ну, что это такое? Николай Иванович, до 1 июня. Ну, найду ее, да? Ищите. Хозяйку. Да, и передавайте документы. Хорошо. Не поймет в административной комиссии, передавайте в суд. Жители Петрозаводска пожаловались главе Карелии на сквернословие гуляющих во дворах граждан и мешающих отдыху жильцов. Александр Худеланин уже отдал распоряжение УВД города активизировать работу участковых. Мат в центре Петрозаводска на Закаменском переулке тоже можно услышать. Но свалок таких нет, хотя и безупречно чистой территорию тоже не назовешь. Я вот про тот мусор, который у нас валяется. Уже конец мая. Снег сошел месяц назад. Управляющую компанию нужно как-то приводить в чувство. Это не только здесь. Это я просто вам... Я говорю, сейчас по итогам объезды. 2-3% того, что нужно сегодня убирать. Нужно просто сейчас активизировать всех, провести и жестко спросить. До конца мая в городе должен быть наведен порядок. 1 июня глава республики еще раз посетит с проверкой увиденные сегодня объекты. Руководители всех муниципальных образований отчитаются перед правительством о состоянии дел на местах 6 июня. Как улучшить свои жилищные условия? Знают участники Дня ипотеки, который прошел сегодня в Петрозаводске. Под одной крышей собрались строители, сотрудники банков, страховых и риэлторских организаций. Они рассказали об ипотечных продуктах, программах господдержки и о предложениях на рынке недвижимости. На сегодняшний день ипотека остается для многих единственным возможным способом купить квартиру. Только за 4 месяца текущего года ипотечный кредит в различных банках республики получили 800 карельских семей. Подробности у Любови Трофимовой. В Карелии до 2015 года действует под программа развития ипотечного кредитования. В ее рамках предусмотрено оказание господдержки путем компенсации части процентной ставки. В прошлом году ее получило более 2,5 тысяч человек. Из бюджета им было выделено около 60 миллионов рублей. Об этой и других программах господдержки сегодня рассказывали посетителям как сотрудники банков, так и чиновники. Последние, кстати, говорили о ближайших перспективах, когда ипотека перестанет быть единственным способом улучшения жилищных условий. Сейчас в Госдуме готовится несколько законопроектов с целью повысить доступность жилья. В частности, речь идет о продаже квартир по фиксированным ценам значительно ниже рыночных. К примеру, в Санкт-Петербурге один квадратный метр обойдется в 32 тысячи рублей, в Карелии ниже. Такие преференции будут иметь люди, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для кого и эти суммы будут неподъемными, будет предусмотрен некоммерческий найм жилья. Это не социальный найм в привычном нам смысле, где квартира может быть приматерирована. Но, тем не менее, это найм в государственном или муниципальном жилищном фонде. И по ценам, которые для нуждающихся в улучшении жилищных условий будут ниже рыночных. Я вам могу сказать, на примере Санкт-Петербурга, значит, однокомнатная квартира, по-моему, даже за 6 тысяч в месяц. Соответствующие законы будут приняты этой весной. К их реализации приступят в 2014 году. Это в рамках поручений президента Российской Федерации, касающихся обеспечения граждан доступным жильем. Петрозаводск все-таки приобщился к международному празднику – Дню борьбы с гомофобией. То есть, проявлением дискриминации в отношении сексуальных меньшинств. В городе прошло несколько одиночных пикетов, правда, несанкционированных. Напомню, что первоначальное проведение акции было согласовано с городской администрацией. Но буквально вчера мэрия отозвала свое решение. По примеру, многих других российских регионов. Одинокая девушка с шариками и плакатом. Она против гемофобии и не стесняется высказать свою точку зрения. Такие одиночные пикеты прошли возле надтеатра и возле мэрии. В общей сложности в них приняло участие порядка 10 человек. Они не нарушили закон, однако показывать свое лицо не хотели. И это их право. Мы хотим все-таки показать свою позицию. Мы не хотим кого-то оскорблять, кого-то унижать, драться с властями. То есть, нам конфликты, в принципе, не нужны. Мы мирные граждане, которые настроены на конструктивный диалог. Поэтому сделали все грамотно. Подали заявку, получили согласование, стали публиковать информацию в интернете. Еще вчера утром были уверены, что акция состоится. Подтверждал это и мэр города в интервью телекомпании. Мы проверили все юридические основания. Оснований отказать пикетирующим у нас нет. Поэтому будем контролировать, смотреть, что там будет происходить. Это известие вызвало негативную реакцию горожан. В интернете появились гневные комментарии. Может поэтому к вечеру решение согласования мэрия отозвала. Сославшись на то, что выбранное активистами место уже занято. В то же время там пройдет иная акция, детский телефон доверия. Им предложили выбрать другое время. Подобные ситуации произошли и в других российских городах. К примеру, в Москве, в Сокольниках. Борцы с гомофобией планировали провести пикет 25 и 26 мая. Подали заявку заранее, однако им чиновники отказали. Объяснили, что в этот день школьники будут отмечать окончание учебного года. И такие отказы, считают и местные активисты, беззаконны. Сами горожане известие об отмене мероприятия восприняли по-разному. Были не согласны. Каждый выбирает себе то, что выбирают. Каждый имеет право на существование. Каждый, ну, не знаю, почему кто-то должен вмешиваться в мои личные жизни. Но большинство мэрию поддержало. Некоторые даже специально приехали к студенческому бульвару в полшестого вечера. Говорят, не драться, но пресечь акцию, если она будет. Я считаю, что такие вещи недопустимы у нас в России. Мало ли там, что, например, в Голландии курят наркотики в городах. Там есть партия педофилов, например. Они уже заявляют о своих правах. Если мы вот это допустим, то у нас то же самое будет. Дети маленькие-то они должны видеть. Они, наоборот, должны учиться хорошему, чтобы люди... Надо любить девушек, а не парней, на самом деле. Это и есть проявление гомофобии, говорит Екатерина. И пусть в Петрозаводске не было случаев, подобных Волгоградскому, когда мужчина, открыто заявивший о своей ориентации, был убит, но проявление дискриминации есть. Нас обвинили во всех смертных грехах. Стали почему-то... Даже вот не нас, как организаторов, а геев называть мразью, какими-то грубыми словами, почему-то сравнивать с педофилами, с зоофилами, с какими-то ненормальными людьми. И все это говорит о том, что, безусловно, это гомофобия. И сам отзыв мэрии – это тоже своего рода тревожный звонок. Кстати, на Судейческом бульваре акцию, посвященную детскому телефону доверия, действительно проводили, не звукавили. Только быстро она завершилась. В 17.40 уже никого не было. Росстат опубликовал данные о средних душевых доходах жителей регионов России. Карелия в этом рейтинге находится на 30-м месте. По данным ведомства, средний душевой доход жителей нашей республики составляет 19 940 рублей. Это меньше, чем в среднем по России на 3 тысячи рублей. Что касается наших соседей, то в Мурманской области этот показатель составляет около 28 тысяч. В Вологодской области чуть не дотягивает до 18. А в Ленобласти немного превышает 17 тысяч рублей. Самый низкий средний доход у населения Калмыкии – чуть более 10 тысяч. Самый высокий в Ненецком автономном округе – почти 59 с половиной тысяч рублей. Просветительская программа «День улицы героя» напоминает жителям Петрозаводска о подвигах тех, кто защищал нашу страну. На очередном заседании общественного комитета по реализации послания президента России в Петрозаводске обсудили планы ее развития. Праздничные мероприятия, проходившие в преддверии Дня Победы на улицах, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны, пришлись горожанам по душе. Многие впервые узнали, чьими именами названы те улицы, где они живут. Традицию решили продолжить. С 22 мая нынешнего года планируется открытие мемориальных досок на улицах Лизы Чайкиной, Мелентьевой, Зайцева, Ватутина, Чкалова, Попова, Черняховского. Но только Петрозаводскому решили не ограничиваться. Надо переносить, и уже такие есть обращения, не только в городе Петрозаводск эти праздники проводить, а переносить на другие города республики. Это востребовано, это патриотическое воспитание. Люди, начиная задумываться, люди начинают понимать, начинают уважать наших ветеранов намного больше, начинают понимать наше прошлое. Значит, у нас есть будущее. Со своими предложениями выступили и ветераны. Единственное, что просят ветераны, значит, Андрей Владимирович, чтобы вот Игорь Павлович, что одну из улиц, новых улиц города Петрозаводска назвать именем 71-й Тарунской девизии. Также на заседании обсудили насущную проблему нехватки детских садов. В ближайшем будущем в Петрозаводске откроют два таких заведения, что ликвидирует многочисленные очереди. У родителей появится больше возможностей для того, чтобы оставить ребенка от трех до семи лет в детском саду. Туризм, транспортная инфраструктура и другие вопросы приграничного сотрудничества Карелии и Финляндии сегодня обсудили в правительстве Карелии. В Петрозаводск прибила делегация филиала финляндского общества по Осикиве города Имотра во главе с мэром города. Сейчас в республике активно решаются вопросы транспортной инфраструктуры, а также создания пограничных пунктов пропуска. По мнению карельского правительства, решение этих вопросов не только сделает республику более инвестиционно привлекательной, но и поможет увеличить приток как российских туристов в Финляндию, так и финнов в Россию. Безусловно, нам важны не только пункты пропуска, но и состояние дорожных путей, логистики тоже очень важно. Мы с вами работаем в одном направлении. В прошлом году я был в Петрозаводске, и мы как раз обсуждали сообщения о Финляндии и Карелии железнодорожным и автотранспортом. Александр Худиланин отметил, что из Петрозаводска в Финляндию уже был запущен поезд в пробном режиме. Но для совершенствования этого маршрута необходим ремонт железнодорожных путей. Сегодня поезд из Петрозаводска до Йоэнс ушел, по-моему, часов в семь всю ночь. На машине это гораздо быстрее время, поэтому и эти вещи тоже на перспективу нужно будет решать совместно с железными дорогами Российской Федерации. Мы, так сказать, нацелены на решение этой проблемы, и сколько бы времени ни потребовалось, мы, безусловно, ее решим. Железнодорожное сообщение будет между Петрозаводском и Финляндией. Кроме того, Александр Худиланин заявил, что в республике будет решен вопрос и с авиасообщением между Карелией и Финляндией. Организовать его планируют на средства карельского и федерального бюджетов. Прокурор Петрозаводска обратился в суд с требованием об ограничении свободного доступа к игровым сайтам. Требование заключалось в ограничении доступа пользователей к интернет-ресурсам, на которых организовано проведение таких азартных игр, как рулетка, покер, игровые автоматы. В ходе рассмотрения дела в суде интернет-провайдер, не дожидаясь судебного решения, признал иск и добровольно удовлетворил требования прокурора. В настоящее время доступ абонентов к указанным игровым сайтам прекращен. Это сообщение совпало с известием о том, что в Петрозаводск собирается прийти интернет-провайдер из Санкт-Петербурга. По сообщению интернет-журнала «Столица на Онега» речь идет о компании «Интерзет». И сегодня мы спрашиваем у вас, согласны ли вы с запретом азартных игр в интернете. Заходите на наш сайт сампо.тв и голосуйте. Итоги подведем в понедельник. А теперь к другим событиям. В Тольятти завершился конкурс работников российских коммунальных систем. Первое место завоевал слесарь-ремонтник Петрозаводского водоканала Алексей Амельчак. Конкуренцию ему составляли коллеги из 10 российских регионов. Карелию на конкурсе представляли еще бригада электромонтеров и специалист по сварочным работам. Однако в этих номинациях высшая ступень пьедестала досталась хозяевам состязаний и коммунальщикам из Кировской области. В ближайшее воскресенье 19 мая в 12.00 в стране начнет вещание новый федеральный канал «Общественное телевидение России». Общественное телевидение создано по указу президента страны. Вещание будет круглосуточным, без рекламы и без развлекательных программ. На ОТР будут передачи о науке и культуре, о жизни регионов, документальное и советское кино. В первый день вещания ОТР, рубрику «Культурный обмен» откроет рассказ о просветительской работе в Музее изобразительных искусств в Карелии. 17 мая в России традиционно отмечается Международный день детского телефона доверия. Бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям и родителям по телефону работает с 2010 года по единому общероссийскому номеру 8 800 2 122. Сегодня ученики специализированной школы искусств Петрозаводска задавали вопросы о телефоне доверия на встрече с уполномоченным по правам ребенка по республике Карелия Мариной Зверевой. Музыкальный театр Республики подготовил главную балетную премьеру сезона. 21 мая впервые на карельской сцене зрители увидят один из самых популярных современных русских балетов «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина. Чтобы привлечь зрителей разных возрастов, театр предлагает специальные семейные скидки на билеты. В спектакле современная хореография Надежды Калининой, оригинальные декорации и костюмы Сергея Новикова, цветовые и видеоэффекты. Сказка о доброте. Добро побеждает зло. Чистое сердце, верная дружба. Вот главное качество. Мы делаем детский в первую очередь спектакль для семейного просмотра, который должен быть и взрослым интересным. Наша главная задача была заинтересовать детей. Заинтересовать их в первую очередь потому, что это русский материал. Интереснейшая сказка, очень многим детям известная. И поэтому, чтобы детям было интересно, приходить в театр, смотреть яркий, красочный, динамичный спектакль с колоритной, яркой музыкой. Впервые неотъемлемой частью сценического действия станут видеотехнологии. В спектакле заняты артисты балета и хора театра. В примерных показах также будет задействован солист Мариинского театра, лауреат премии «Золотая маска» и «Золотой софит» Андрей Иванов. За дирижерский пульт встанет норвежец Йорн Фасхейн. Завтра вечером Карельская столица присоединится к Европейской ночи музеев. С шести вечера и до половины второго ночи петрозаводчан будут ждать в пяти музеях, городском выставочном зале и медиа-центре «Выход». Каждый музей подготовил для посетителей свою программу. Так, Национальный музей Карелии представит эксклюзивную игру «Что, где, когда», выступления фольклорных ансамблей, музыкальные вечеры в губернаторском парке, игротеки, сюрпризы и даже огненное шоу. Музей изобразительных искусств Республики проведет концерт победителя шоу «Минуты славы» Максима Такаева. Мастер-классы художников – спектакль национального театра «Камео». Перформанс – театр кукол, выступления хора Петергу. Ну а полная программа «Ночи музеев» размещена на сайте Центра культурных инициатив. Женские сумки могут стать рассадником инфекции. Тесты, проведенные учеными, показали, что каждая пятая женская сумка – настоящее пристанище для бактерий, опасных для здоровья. Об этом заявили сотрудники британской научной организации, проводившие специальное исследование. По данным ученых, самый грязный предмет в сумке – крем для рук. Количество бактерий, которые скапливаются на тюбике, больше, чем на сидении в туалете. Рассадник инфекции ученые обнаружили также на губной помаде и туши для ресниц. Исследование показало, что наибольшую опасность представляют кожаные сумки. Пористая структура кожи способствует росту бактерий. Кроме того, сумка постоянно контактирует с руками и различными поверхностями. Так что риск передачи микробов очень высок, особенно если сумки редко чистить. Поэтому специалисты рекомендуют женщинам регулярно мыть руки и чистить сумку антибактериальными салфетками или гелем, чтобы избежать загрязнения. На этом наш выпуск завершен. Наши новости также доступны на сайте сампо.тв. А я желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова